Царю Небесный, Утешителю души истины, И живи с десы, И вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю прийти селися вны, И очистины от всяких скверных, И спаси блажа души наши. Господь и Бог наш, благослови предстоящее занятие, Прибудь с нами, не дай нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания божественных словец Твоих. Слава Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы сейчас проходим второе послание Коринфянам, 11 глава, предыдущие стихи. Можно на ваше место? Нет, вы сюда перейдите, что ли? Сейчас прочту, чтобы нам освежить в памяти. Ну, сюда, вот сюда. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 8 стих. Другим церквам я причинял издержки. Не надо шелестеть. Все, оставьте все. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 8, 9 и 10 стихи. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине с Христовой мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. 11 стих. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но так поступаю, так и буду поступать. Толкование. Намереваясь объяснить причину, по которой он не брал от них, а именно, по причине появления лжеапостолов, он этим подрывает подозрения Коринфянам. Коринфян, ты не берешь, как кажется, по ненависти к нам. Поэтому и говори, я более люблю вас и не хочу оскорблять вас, потому что вы легко соблазняетесь. Но он не говорит так ясно, чтобы не постыдить их слабости, а обращает свою речь к другой причине. Что же это за причина? 12 стих. Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Толкование. Здесь совершенно ясно высказывает причину, по которой он не брал. Поскольку дьявол знал, что люди века сего преимущественно любят учителей, которые ничего не берут, то научил же апостолов и это истолковать по-своему. Ибо они не поступали в этом случае справедливее, хотя и были богаты. Науча не брать, брали. Поэтому он не сказал, чтобы в чем поступают справедливые, но чем хвалятся, что и составляет очевидный признак хвастовства. Итак, апостол, понимая это, положил себе за правило не брать у них ничего, даже и тогда, когда нуждался в чем-либо, чтобы отразить нападение их и не дать место для порицания себя. Хотя это не могло быть предметом порицания. Потому что согласно с законом Христовым, поскольку коринфяне по слабости все-таки соблазнялись, то он и предохранил себя от этого. И, наконец, лжеапостолы, будучи ниже истинных апостолов, во всем другом и в этом не имели никакого преимущества. Можно сказать, что они уступали бы им и в этом случае, если бы не брали, так как они были богаты. Но Павел не брал, терпя нужду, и что они несправедливо поступали, а лицемерили. Апостол же поступал справедливо. Понятно, почему апостол Павел не брал денег. Хотя по закону он и имел брать денег. Потому что были лжеапостолы, которые могли бы его ткнуть в это. Да. И он как бы перед ними как бы извиняется, но я вот не беру с вас денег. Почему же так поступаю? Потому что не люблю вас, потому что некоторые как бы хотят отблагодарить, да? А мы не берем. А что ты меня не любишь? И вот он тут как бы оправдывается, апостол. И он, причина-то вот в лжеапостолах. Они были богаты, эти лжеапостолы, и не брали. А он терпел нужду и не брал. А кто из них выше-то? Сами посудите. Апостол Павел не брал денег за учительство. Вот и выше. Вот и выше. Потому что те были богаты и не брали. А он как бы себя сравнивает с ними. То есть вы посмотрите. Перед этим он их обличал, этих лжеапостолов. Упрекал их в то, что вы... Вы кого слушаете-то? Вы посмотрите, кого вы слушаете. Они на... Там, говорю впереди, надмены, самохвалы. А здесь он прямо говорится, что они хвалятся, чтобы не дать повода, ищущим повода. Он лжиапостолов имеет в виду. То есть они искали повод постоянно его укусить, упрекнуть, докопаться, по-нашему сказать. Вот. И он тогда решил, а я не буду брать. Хотя терпел нужду. Вот. А они этим хвалились. Мы-то не берем лжиапостолов. Они были богаты. А вот он берет. Чего вы к ним уходите? Вы к нам ходите. Мы-то не берем. И он тогда решил, а я тоже не буду брать деньги за учительство. Вот. Чтобы эти лжиапостолы... А потом, как перед ними-то оправдываться? А перед учениками-то, перед колесельными? А, ты с нас не берешь, значит, ты нас ненавидишь. И он им говорит, почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но так поступаю, так и буду поступать. То есть он, как бы, я не брал и не буду брать. Вы не обижайтесь на меня. Это я ради вот этих лжиапостолов делаю. Чтобы они меня не могли упрекнуть за это. Потому что они искали повода. Лишь бы только вот его опорочить в глазах коринфян. Понятен с ним? Понятен. И вот дальше он продолжает тринадцатый стих. Ибо таковые лжиапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых. Толкованием. Что ты говоришь? Проповедующие Христа, не вводящие иного Евангелия, как сказал выше, теперь стали лжиапостолами? Да, говорит. По этому самому. Ибо лицемеря в этом они вносят тайно нечестивые догматы. Лукавые же делатели. Как только они кажутся созидающими, а на самом деле исторгают то, что было насаждено, и имея только наружность апостолов, суть поистине волки в овечьей шкуре. Вот чисто вот это вот сектанство сегодняшнее подходит. Исторгают то, что было насаждено. Православная вера с ее догматами, с ее толкованиями, она сиждется на протяжении двадцати веков. С первого века, когда Христос организовал, образовал церковь, ты, Петр, на семь камней, я создам церковь, на камне том, что Петр расповедовал Иисусом Христом, пришедшим во плоте, ты, сын Бога живого. Вот на этом камне создал он церковь и сказал, что врата ада не одолеют ее. У сектанта спрашивают, что такое врата ада? Они глазами хлопают, не знаю, так это вы и есть врата ада, вы врата, лжеучения открываете, предлагаете свое лжеучение взамен того, а это отвергаете, как отвергают. А вот иконы, идолы, и все наши православные уши разрешивают, это правда, все иконы, все по в печку, все и давай сидеть вот перед ними, слушать, рот открыв. Они извращают истинное толкование. Говорят, что вот, не делай никакого изображения. А где написано? В 20 главе. А что же в 25 главу исхода не берете? А там написано, сделайте изображение Херувима. Вот. Свою Евангелие. Свою Евангелие, свою Библию издали, свой какой-то всемирный, всеновый перевод, где о божестве Христа говорится, они все эти, все повычеркивали, все неправильно. Да, я свидетели Его имею в виду. Лже апостолы принимают вид Христовых. Опять их, опять вижу я их часто, стоят у них такие вот тележки с колесиками. И все они, только в галточке, бритенькие такие, все, вот. Опять выходят, опять надо идти, и это меня побудило. Опять я сегодня, Бог даст, пойду. и буду проповедовать об истинной православной вере, раздавать Евангелие. Слава Богу, что и наши православные стали издавать. И все, главное, подходят, и все спрашивают, а вы не сектанты? Вы не сектанты? То есть, все напуганы, все знают, что кругом сектанты проповедуют, а отличить волка от овцы сами не могут. И вот, начинаешь с людьми беседовать, понять это никакого. А вы наши? Вы православные? То есть, наши? Что значит наши-то? Вот. Тут недавно у меня было свидетельство, я в такси же сейчас работаю, у меня табличка стоит впереди, там цитата из Библии пророка Осия. Так как ты отверг верене, то я отвергну детей твоих. И прокляну, и Бог говорит. И клиент сел у меня, сзади жена у него, и он, а можно спросить, что это? А сами немножко они подвыпившие. Мы вот православные, мы верующие, а что это вот у вас такое? Я говорю, это пророк Осия, цитата из Библии, а о чем здесь? Ну, он прочитал все. Я им сказал, если вы не будете читать Библию, изучать ее, то Господь ваших детей проклянет. Как сзади жена его? Да ты как посмел? Да мы верующие, мы христиане, мы православные, ты тут кто такой? Мне охота была, вот как Марина сегодня заметила, ничего, что я к вам спиной-то это самое сказать-то. Ну и давай, да мы позвоним, да и давай. Ну я уж все выслушал, смолчал все у меня. Да какой ты вера? Сами матерятся, сами пьяные, бритые, все это. Мечебесер, кринины. Вот, метнул и получил, метнул, но все. И я сразу еще замолчал, и все. Можно сказать? Да. Там еще такой вариант есть. Если вы забудете закон Бога моего, то я забуду детей ваших. То есть там здесь слова проклятия нет, здесь как бы помягче, может лучше вот этот вариант, без проклятия говорить. А они этого страшно боятся. То есть то же самое написано, только помягче. А где написано? Осия. 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 Так и говорят. Там. Написано, а иных страхом спасайте. Потому что она у меня в роге вылезла. А мужчина, муж-то, он вздрогнул. Он прям потом уже сначала-то он на ее стороне, а потом в конце-то смотрю он так уже уважительно. Я говорю, мне обидно, что называющие себя христианами ведут себя как лжебратья. То есть вот о чем говорится. Ну, я вкратце ему так засвидетельствовал без всякого там метания. То есть я ему объясню, мы крещеные. Я говорю, да вы, скорее всего, не верующие, не крещеные, никакие вы не православные. Судя. Просто вы по одному виду того, что ну, что тут по-понятному, что все. Что мирские, обыкновенные люди. Вот. И я им сделал замечание и получил. Победал. Тебе тоже заметили. Эх, бороду отрастил. Что ты, значит, что теперь верующий? Ха-ха-ха. Там, давай. Нет. Вот. И вот апостолу Павлу приходится вот оправдываться, что ли. Я нуждаюсь, я терплю голод, но я проповедую безместно. Сам по ладке он шил, работал, трудился. Вот. Я для чего? А, а что? Они могли сказать, а ты с нас не берешь, значит, ты нас не любишь. Перед этим он оправдывается, что вы-то мне не давали, я с вас не беру, но другие-то давали в Македонии, он их хвалит. Я за счет их питался, уча вас. Можно? Да. Тут просто, ну, как замечание, что ли такое, ну, что я заметил, странного и необычного, вот сейчас этого нету, как бы не видно. Вот, он был кто? Ну, апостол, да? не по призванию, а по вере, убеждению, там, что Христосов и прочее, прочее. Понятно все, он был, он сам рукополагал, ну, епископов, священников, то есть, имел власть духовную, то есть, кого-то, там, предать сатане во измождение плоти, там, то же самое, ну, то есть, мог он эти, лжиапостолов, мог, к примеру, ну, как сказать, ну, отлучить от церкви своей власти. Конечно, ну, как раз он священник Асаа, значит, он епископ, он, он мог, как бы, ну, распорядиться, но он не пошел по этому пути, вы понимаете, он, он, и, и избрал путь смирения, увещевания, увещевания, собственным подвигам, как бы, там, нищететам и прочее, там, палатки, и прочее, а те-то были тоже члены церкви православной, те-то, апостолы, они тоже были в церкви, значит, они учили-то тех же самых людей, которые были в церкви, понимаете, почему не было вот этого конфликта, там, да запретит тебе сатана, это Господь, и все, мог бы такое, ну, как, заглядье там наложить, или что-то, мог, но поэтому не пошел, а сейчас этого вообще нету, ходит кто попал, вот они тебе двое попались, это ладно, вот сейчас, они могли сейчас дома прийти, там, устроить по ножовщину, жена, если возбужденная, она на мужа, как вот, вот ты его защищаешь, ты против меня, ты меня не любишь, раз вот, ну, пример, я уж так это перебрал, может быть, маленько через борт, ну, запросто может быть такое, а сейчас этого научения нету вообще, начинаешь говорить, вот даже с близкими родственниками, и, и то, мы верующие, мы верующие, ну, давай, хорошо, ты верующий, ты причащался, когда последний раз, последний раз, не все, вот и вся вера кончилась, понимаете, это легко очень, а вот такие, я вот тоже из своего опыта столкнулся с этим, когда начинаешь обличать так, что, ну, Бог, как бы, этого человека, ну, или покарает, или Гикеева, или внуков, или до четвертого колена, или там, и далее, то это не устрашает человека, а только настраивает против тебя, против меня, Бога-то они не знают, какой он, они же не знают его, Библию не читали, ведь только Библия говорит о том, какой Бог, он и любит, кого любят, его наказывают, поэтому, я для себя выбрал, какую, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокоил вас, Христос сказал, вот и стараюсь говорить вот это, что придите ко мне, а уж хочешь ты или нет, или да, а так-то я могу страху нагнать, там, раз нагнал страх, у меня самого чуть не прокляли, я, конечно, не боюсь, он там просидел, три дня на горшке, как будто я на него напустил какую-то порчусть, за то, что он бил, ну, он бил сильно, я говорю, Серега, тебя, я говорю, Бог так накажет, что ты забудешь о водке, он говорит, да я, что, ничего, и следом буквально три дня с горшка не слазил, ну, печенька отравился, духовный кинок, понимаете, то есть, совпадение такое, но у него на меня-то злоба, чуть ли не с молотком, и не с губалкой за мной, понимаешь, ну, я-то говорю, тебе добра желаю, тут вот в чем опасность, и мы иногда невольно сами напрашиваемся в мученики, чего, как бы, Господь не требует от нас, чтобы мы там голову клали и прочее, мы должны проповедовать, может быть, как-то, вот действительно надпись эту, там, помягче, помягче, ибо так возлюбил Бог мир, ну, к примеру, что-то, тут по ситуации, где-то Христос и мягко, и коротко обещевал, в данной церкви видишь, где-то был обещей порог, потому что он порол тех, которые в храме Божьем устроили вертеп разбойников, вот это вот, вот этих вот, которые называют себя православными, верующими, и ведут себя, как торгаши в храме, вот их надо порвать, ну, их, как Христос, их Бог уже порит, потому что отнял разум, ну, они не знают Бога, изгонять им бы надо из храма, ну, устыжать, устрашать, храмом, да не мы изгоняем, а Бог из храма, ну, как, сейчас, сейчас где-то в храмах нету, епископы вообще этим не занимаются, ну, у нас-то изгоняют оглашенные языки, ну, у нас-то все, и стоишь коридор, почему это, добились, ну, вот так вот, слава Богу, итак, продолжаем, 14 стих, и неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света, толкование, ибо раз учитель их, уже апостолов, Сатана решается на все, то нет ничего удивительного, что и они подражают ему, уже апостолам, они называют себя православными, они называют себя апостолами, ангела Света, разумеет того, который, имея дерзновение, предстоит истинному Свету, возвещает, что и Бог Свет есть, а в нем он есть Свет, дьявол преобразуется в такого ангела, но они бывают таким, так и лжиапостолы, имеют только вид апостолов, но не самую силу, научимся же отсюда, что делать что-нибудь на показ, и с тщеславием свойственно, особенно дьяволу. Комментарии. Господь называл лицемерами молящихся на показ. Это особенно свойственно православным в каждом богослужении с его неимоверной пышностью и театральностью. «О проповеди на показ Христос не говорил ни разу». Вот в чем, тоже нас упрекали, что вы снимаете на камеру, как проповедуете, это вот вы на показ все делаете. А Христос об этом ни разу не говорил. Ни разу. «Даже более того, апостол радуется и неискренней проповеди». Где это написано? Филиппийцам 1,18. «Но что до того, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Итак, «Довернется проповедь на свое законное первенствующее место и досядет на Моисеевом седалище, где сегодня угнездились молчаливая бездарность и трусливое корыстолюбие». Вот беда. Трусость и корысть, корысть и трусость в нашей церкви. Вот. У кого какие мысли? Нет пока. Ну вот тут замечание филиппийцам, что извините, руку не поднял, что это радуется тому, что проповедуют даже право или неправо. Хотя бы так говорят, ну, о Боге, о вере. Нет, брат. Ну, кажется, что тут не право, не право. Еще давай читаем. Притворно или искренне? Ну, притворно это... Притворно, ну, на показ. Корысти ради. Корысти ради. Притворно. Что он вот такой хороший? Нет. Ну, а как? Нет, нет, это неправильно. Притворно что такое? На показ. Нет. То есть на самом деле на показ. На показ. Но он проповедует истину. Человек притворяется, значит, он не такой, какой он есть на самом деле. Правильно? Ну, нет. Ну, как? Ну, он идет, он радуется, апостол Павел, он говорит о Христе, о Христе говорит, но он говорит не ради того, что он искренне верит, а просто ему показ, чтобы все о нем думали, о какой хорошем проповедник. Ему Бог вознес по его тщеславию. вот я, допустим, иду сегодня на проповедь, и мне охота, чтобы, допустим, сказали, что посмотрели, вот Сергей, какой молодец, вот это вот я притворно пойду. Ну, потому, да. У тебя желания нет этого притворности? Откуда ты знаешь? Вот это проговорка. Я пример привожу. Я понял. Но и ты тому порадуйся, что я хотя бы так иду. Вот это смысл. Вот и все. Когда, Марина, а вот? Ага, еще такой пример привести. Мода на религию сейчас, на религиозность, это и есть неискренная проповедь. То есть, когда модно ходить в храм, стоять со свечами, но и Господь и этому радуется, потому что кто-то все равно, вот и среди вот этого Вячеславия среди вот этой вот моды начинает искать и находит истину. Купиться, да. Какие-то. Да. 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 Да, то есть лицемерие на показ это плохо, но это ну, ну, все равно у человека все равно у человека есть возможность взять в руки Библию, вообще услышать что-то о Боге, пусть даже это где-то вот проповедуется чисто вот внешне. Ну, здесь да, получается вот как, извините опять, с теми сектантами, к примеру, баптисты, ну да, это не церковь в библейском понимании, будем так говорить, они придумали, священства нет и прочее. Но мы-то тоже радуемся, что они есть хотя бы, мы через них Библию получаем, они говорят о Боге, хотя бы они сами не пьют, не курят, не убивают и не режут, хотя бы они сами. Но вот в чем дело, Бог сказал, много званых, но мало избранных, нигде не сказано, что все люди будут верующие, просто Евангелие будет проповедано всем народом, это другое дело, но кто придет, это уж извините, у нас за все время существования земли, ну, не один миллиард, допустим, было население, умерло, и тем не менее, что они все христиане? Да нет, конечно, поэтому печалимся, да, жалко того человека, но жалко его труд и старания его, потому что они впустую, или тщеславие, или притворно, или корысти ради, там, ради денег, все, там все, кто собирает деньги, с них квартиры собрал и уехал за границу, все, вот тут в чем беда-то, а так-то, конечно, о Христе говорят, но через такое, видя их жизнь, ну, не знаю, мало приходит, как бы, ну, к православии, вот так сказать, вот это сравнение современного сектанства, вот оно пустое, ну, как проповедь, неправая, притворная, получается, с их стороны, ну, продолжим, сейчас, понятно будет, 15 стих, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их, толкование, то есть, как служители Евангелия, содержащего правду, или, что они окружают себя самих славой праведных мужей, но не избегнут совершенно, ибо по делам их будет конец их, то есть, дурной, так что он делал их, мы узнаем их, ибо конец их будет соответственным их делам, то есть, они только вид принимают, но он им говорит, но все равно, в конце-то, Бог все точки на дыре расставит, все будет по их делам, шестнадцатый стих, еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться, толкованием, ибо хотя он и употреблял уже оговорки, но все-таки говорит, я не довольствуюсь тем, что сказано, но снова говорю, не почти кто-нибудь меня неразумным, ибо просто хвалиться свойственно неразумию, я же делаю это не как неразумный, но по необходимости, однако, если вы не соглашаетесь со мной, и считаете меня совершенно неразумным, хотя бы я хвалился и по необходимости, я не избегаю этого, и так, примите меня как безумного, чтобы и мне, то есть как они, лжи апостолы, похвалиться, но и то сколько-нибудь, ну, то есть ему тоже, а чем хвалиться-то, чем вот те лжи апостолы хвалились, кто может сказать, и чем хвалился Павел, но они Павла обличали в том, что он, они проповедуют безвозмездно, без денег, что Павел берет деньги с других, якобы берет, да, якобы берет, поэтому они его, вот в этом, а больше-то и не в чем его было, как бы, не найти причину, что в чем-то он хуже их, тут они, конечно, явно, и он поэтому смирился, и объяснял свою ситуацию, что почему он тоже отказывается брать, потому что, чтобы не быть обличаемым, со стороны у себя апостола, да, тут слово обличаемым-то не подходит, он имел власть брать деньги, нет, тут ключевое слово похвалиться, похвалиться тем, что я не беру деньги тоже, как и они, ну, не тоже, как и они, они это не брали, потому что у них было, там было состояние, допустим, ну, большой, малый, другой разговор, но он-то вообще не брал, продавал палатки там и прочее, и у него накопительного-то не было, у него даже дома не было, где он жил-то, он в том городе, ну, можете было, естественно, дом там, но, как бы, ходил по свету, но он-то все-таки им говорит, что другие-то мне деньжат подбрасывали, ну, и что, они кормили его, угощали, угощали, а эти, что его не кормили, то что у них совести не было, то есть, понимаете, тут, извините, они его не кормили, потому что у них были лжеапостолы, и те не брали денег, а что это, эти не берут, а мы тебе что будем давать, что ли, ну, тут видите, как бы намерение лжеапостолы, будем так говорить, они от слова хвалились, отталкивались, и почему они хвалились, потому что им нужна была слава, тщеславие, что мы тоже апостолы, хотя они вид апостола принимали, вот и все, вот и все, а тот-то, апостол Павел, он хвалился чем, что он служит Христу, не ради богатства, вот в чем дело, не ради накопительства, не верблюда у него позолоченного, ничего у него не было такого, а вот он чем хвалил, потому что слово хвалиться, как-то, ну, в христианстве, оно не приемлемо, христианство, это скромность, целомудрие, ну, такие слова применимы, а тут хвалиться, что сейчас выйду кричать на улицу, да хоть ты весь крестами обвешивайся, ну, а толку-то, что, если веры нету, там это, ну, он говорит здесь неразумным, неразумным, не почитайте меня, почему, я вот ничего не беру, вы приносите мне, я ничего не беру, ну, не думайте, что я такой неразумный, ну, у тебя же нет ничего, вот, может быть, покушать у тебя даже нет ничего, ну, это же неразумие, ну, почему ты не возьмешь, когда ты вот нас учишь, да, такая вот ситуация, ну, не почитайте меня неразумным, он говорит, неразумным, а если, а если даже так, ладно, Я буду и неразумным в ваших глазах, но хотя бы мне похвалиться тем, что я вас научил. Да, да, да. Безвозмездно. Считай, что он глупый, столько денег дает, он не берет. Давай дальше. Семнадцатый стих. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Вот еще толкование. Что говорю, говорит, то не есть по Господе, но есть эти слова. Цель же этих слов совершенна в Господе, а не сказал в безумии, но как бы в неразумии. Ибо казаться, а не быть на самом деле в безумии, моя похвала. А чтобы ты не подумал, что он везде говорит, как безумный, или не по Господи, и он говорит, что скажу, а не другие мои слова. Восемнадцатый стих. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться толкованием. То есть, внешними достоинствами, благородным происхождением, тем, что они обрезаны, и предки их евреи. Ибо это то, что он называет похвалой не в Господе. Ибо что польза быть евреем. Итак, я не считаю это за добродетель, но поскольку они, говорит, хвалятся этим, то я вынужден прибегнуть к этому сравнению. Девятнадцатый стих. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных толкованием. Вы, говорит, принуждаете меня сказать это. Ибо если бы и вы не приняли их, и я не увидел бы из всего, что вы впали в заблуждение, то не дошел бы до этого. Безумными же называет тех, которые хвалятся плотским. Ибо если хвалиться духовным, если есть признак неразумия, то тем более хвалиться несуществующим. Слова. Люди разумные кажутся лестными. Однако они заключают высшую степень порицания. Потому что, обладая знанием, говорит он, вы погрешаете. Ибо если бы вы были неразумными, то были бы достойны снисхождение. Ибо вы, люди неразумные, охотно терпите неразумных. То есть, он обращается к ученикам, охотно терпите неразумных. Тут, наверное, неразумный не значит тронутый, а просто ненаученный. Тут, скорее всего, вот в этом смысле. А то неразумный с неразумными, он что, на луговой находится или там? Ну нет, он бы не беседовал с ним. Он к ученикам своим, потому что ненаученный. А кого он захотно терпите неразумных? Кого? Себя имеете ввиду? Ну себя якобы он там... Или вообще как бы... Глупый Павел у нас, по-моему, денег не берет. Живет где попало, спит там где-то в степи. Ну, к примеру, да? Что-то как-то он и не апостол вроде совсем. Смотри, вот те вот какие. У него там и такие шторы там шелковые. Бритые в галстуку. Ну, не знаю, там в то время были эти в галстуках, но вряд ли. Ну, как с Василович встретишь, это там уже время. Ну, в общем, да. Вот так вот, наверное, его считали таким вот, недалеким. Сережа. А здесь касается, мне кажется, к тому относится, что он говорит, что вы, ну, как сказать, не знаете всего того, что я вам преподаю. То есть нет у вас еще в этом разумения. Я веду занятия, я вам даю, растолковываю, объясняю. И он вот сравнивает. Вы вот живете с теми людьми, с неразумным, которые на занятия не ходят, и не хотят знать истину. Но вы их терпите, тех неразумных, которые в мире живут, люди. Вы их терпите. И поэтому, говорит, если вы их и терпите, и потерпите и меня, потому что у меня есть такие же, что вот я не беру деньги у вас, если вы их терпите и меня, то потерпите тоже. А я это делаю для того, чтобы мне, ну, как бы, не соблазнять тех лжеапостолов, и чтобы они у меня не укоряли больше, и чтобы я оставался чистым перед вами. Чтобы повода им не давать. Повода не давать. Поэтому, говорит, если вы неразумных, которые на занятия не ходят, не терпите, так и меня потерпите, мое неразумение по отношению к тому, что я у вас не беру что-то. Я вот так поняла? Да, но здесь, наверное, как бы читая или зная убеждение права, какое он говорил, он-то, скорее всего, не за себя, чтобы вера не похурилась через это. Он такой же, как все, берет и все, и мясо ест, и картошку вареную. Мы ему даем, и деньги в придачу еще идет на дорогу. Деньги даем. Скорее всего, чтобы вера не пострадала. Через это, ну, как сказать, церковь, церковь, забота о церкви. Чтоб не соблазнял тех лжеапостолов. Да. Вот у нас все перевернулось. Раньше он боялся, что про него будут устажать, что он берет деньги за это. Сейчас все они хоть просятся. А сейчас в электричке дашь материал? Сколько стоит бесплатно? Ух, сектант. То есть, если ты бесплатно даешь, они сразу, а, это сектантское, это бесплатный сыр только в мышеловке. Истинное учение? Это за деньги. Видишь, как все перевернулось. Тогда было стыдно брать деньги, хотя не то, что стыдно. Купрек можно было толчить. Не стыдно. Наверное, все-таки брали деньги, и написано, не загорождая рта вала молотящего, а вала хлепечется бог. То есть, побутает людям давать учителям деньги. Помогать. Да, помогать их, содержать. Ну, вот, святая десятина. В Ветхом Завете это ливейное колено, которое не работало, а другие колена их кормили. Они занимались только тем, что учили боговедение. И сегодня тогда было ливейское колено, и сейчас это вот священство. Но священство, к сожалению, оно народ не учит, а святой десятины нет. За их дела Бог и мы. И вас даст. Вот, читали, перемешали. Да, да. Поэтому, а вы, это что? Наше дело говорить. И делать. Так. Двадцатый стих. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Толкование. Смотри, в каком раболевстве и крайнем подчинении лжеапостолам изобличает Коринфян. Видишь ли, что он представляет их обирающими, ибо сие выражается словом «объедает». Таким образом, и то, что он сказал выше, а они, чем хвалятся, сказал «хорошо», поскольку притворяет невзимающими ничего, они только хвалились, а не были таковыми на самом деле. То есть, на самом деле, это они брали. Они только говорили, что мы ничего не берем. Наверное, в тихушечку там, наверное, они… А лжеапостоламеешь? Да, ну вот, слушать. Ну, их кормили. Ну, ясно, да. Ну, и ксували им в карманы, только они, это, брали, но они не говорили, но они говорили, что мы не берем. Ну, они сами дают, что он брал. Да, я не брал. Да. Я сами, вот, я не вымогал никого. Просто табличку написал, добровольное пожертвование за крещение тысячи рублей. Ничего я никого не брал. Они сами положили. Добрый год. Да. А тысячу рублей я указал, ну, чтобы они не соблазнялись, они же не знают, сколько положить бедолаги. По любви к ним написал тысячу рублей, чтобы их совесть не мучила. А за полное погружение 3 тысячи рублей. У вас кресты берут за крещение? Да. У вас эти крести? Да. Ну, я не знаю, определенной таксы у нас нету, ни на какие требования. Цены договорные, да? Да. У нас ничего не отговорено. Но вот свечи нету у нас цен для свеч. Просто приходят люди. Но они приходят, бросают в жертвенник, кто сколько может. Но это не только для свеч. А свечи берут бесплатно. У нас свечи нет. Объявление написано, что со своими свечами нельзя, только наши. Вот. Вот и говиды. Кто 10-ти, ну, хватит. Я тоже была удивлена. Когда у нас соборов не было, то до 10-ти уже грамм совсем. Ну, они из благочестных свеч, потому что мало ли что с этими свечами может. Ничего. Или делал, или сделать. Колтоны же приходят. Поподнять руки. Я просто хочу сказать, что у нас тоже такие храмы есть, православные, где свечи лежат, то есть не за деньги. Каждый желающий сколько считать нужно, по-настоящему жертву. Где это так? Сейчас скажу, в Пушкине, это недалеко от Екатеринского парка, я так поменял церковь. Это там. То есть, есть разные, я многие видел, в Петербурге, в Великом Новгороде. То есть, чтобы всех под одну гребенку не гремли. Это как правило исключения. Нет, но тем не менее они есть. Никто не говорит, что их лучше. Это не исключение. Это правило. Гор Акушкин или как? Да, ну это царское село. Нет, это просто я там видел, а я и в Великом Новгороде видел такую церковь. То есть, разных было. А у Катуриков свечи стоят, и там просто рядом ящичек. То есть, ты можешь подойти, свечу поставить, захочешь, бросишь туда монетку. Дальше продолжаем. Когда кто превозносится, то есть, тех, кто подчиняет вас и превозносится над вами, ибо и господами они были не кроткими, но обременительными и тягостными. Вот высшая степень унижения коринфян и надменности лжеапостолов. Ибо лжеапостоли, лы, обращались с ними, как с рабами. Он говорит это не потому, что их действительно били в лицо, но потому, что они терпели не меньше тех, которые бьют в лицо. Сказал же это, имея в виду их высокомерие. Ибо кто может быть постыднее того, что лжеапостолы, отнимая их свободу, имущество и честь, обращались с ними, как с рабами. Да, ну у кого какие-нибудь мысли. Подчиняться-то легче, чем подчинять. Первый священник как сказал, да это что народ, они невежды в законе. Как они их учили, они ученики их, они, да невежды они. Да, обращение к народу, как к что там с этими бабками не говорили, чему их еще учить. Пронесла она там. И дело еще в отчем. Сейчас вот стали и проповеди говорить, и воскресные школы, и как бы можно, людям-то можно и ходить, и можно учиться, и учат, уже стараются учить, но люди-то хотят этого или нет. А отбили охоту уже. Хотят, нет. Ведь мало кто. вот желает так. Если можно без этого времени провождения спастись, то зачем ходить? Вот и все. Логика очень простая. Тут вот один мой близкий родственник купил булочку. Хлеб. Одно на... Хлеб там хлебом, кукурузным, а сверху сыром. Мол, будешь, я говорю, ну буду, вот ты вот этот сыр отрежь, вкусный кукурузный хлеб. Во рту тает. Пост тем более, вкусности всякие. Ну ты прям вообще уже, ну что тут такого-то? Понимаете? а он тоже крестами обвешенный. Тоже, как называют, крестоносец. Вот он истинно крестоносец, такой человек, который к церкви не имеет никакого отношения. ну просто так вот, ради какого-то тщеславия или чего-то там. Ради моды. Ну моды или там как, но он-то пошел сознательно вроде. Если я русский, значит я православный. Я говорю, так ты православный или христианин? Ступор. Ну сначала ступор маленько, потом говорю, ну как, ну православный христианин. Ну а ты христа-то знаешь какой он христос? Ну вот, ну смутно, они бога вообще не знают. То есть, зачем ему ходить на занятия или прочее, сидеть вот тут два часа в жаре, в духоте там, когда ты наелся, сейчас будет так, адмиральский час, он даже в армии сейчас есть, после еды отдыхать часто. Да, и губную помаду выдают, кстати, солдатам. Вот чем делать. А можно и без этого. Да, бесцветное, чтобы губы не везут. Зимой, косметичка, крем для рук, для ног и помады. Вот. Это не в женском понимании. Вот. Так, вот, от этого и народ невежды. Ну, зачем? Ну, пришел, свечку поставил, воды набрал на крещение, ну, на Пасху там осветил куличи, там, еще что-то там, какие-то продукты, и все. И вот это считает основное спасение, это вот это, что участие вот в этих действиях. Это, конечно, это там освящение. Любое освящение, это таинство. Но в таинстве человек участвует духом, а не телом. Потому что таинство-то на духовном уровне все это проходит. Вот как крещение, например. Внешне люди стоят, ничего не видят. Ну, погрузился, ну, вынужден. А что происходит-то? Чувствуется тот человек, которого, которого, погружает, или там, помазует. Вот чем-то. А у них нет этого участия. Ну, говорят, у вас не такая какая-то вера, правильно? Ну, это неизвестно, у кого такая, не такая. Так что такое правило? Раньше так не веровали. Ну, раньше. А когда веровали? Вот так веровали? Или расскажи мне, вот, да, одна там женщина на работе тоже, а у меня свой бог. Я говорю, слушай, я, наверное, не в того бога верю. Ну, ко мне расскажи про своего бога. И она, ну, чего уж обязательно, сразу же так-то. Ну, так а зачем таки славы? У меня свой, вот у тебя свой бог, мамона там, дем, кто кого выбрал, понимаете? От этого и страдает церковь, потому что, вроде считается наполнение, там у нас на Пасху, там, храм Христа Спасителя вместить не может. И в Москве много верующих, правильно, Борис говорит, и не все храмы, и не все священники такие, явные. Я просто не верю в этом. Как милиция, не все прахоборы, там, взятыщики, так и священники. Ну, не все люди одинаковые, так и православные. Он может быть и в таинствах участвовать, а в душе-то, как Осипов, говорит, мерзавец последний. Вот внешне он благочестивый, а в душе мерзавец. Мы душу-то не видим человека. А церковь занимается душой, в частности, батюшка. Мы-то не можем ничего, ну, как братья-христиане, ну, подержать в трудную минуту. И все, поэтому и занятие вот так проходит. У них изучают Пушкина или Достоевского. Гоголя. Ну, Гоголя, к примеру. нужно это все, но это не спасительно, нисколько. Спасительно, вот, слово. Живое. Слово живое и действенное. Продолжим, да. 21 стих. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Толкование. Ради чего, говорит, вы терпите их? Уже пусто. Он ученикам своим говорит. Как будто мы слабые и не можем поступать с вами точно так же. Нет. Ибо и мы можем обращаться с вами так же и высокомерно. Но мы вовсе не хотим этого. Таким образом, всю вину дерзости лжи апостолов слагает на раболепство коринфян. Ибо вы, говорит он, следствие слишком рабского подчинения, служите причиной их высокомерия. и этих наших слов. Смотри, он опять называет свой поступок дерзновением и неразумием. И только что не говорит. Я приступаю к этому по необходимости. И сколько других оговорок представил он прежде этого. Делает же это, научая нас не прибегать без необходимости к таким речам. И так, говорит, А если кто смеет хвалиться чем-либо, смею и я. Ибо слово хвалиться подразумевается само собой. Зачем перечисляет то, чем они хвалятся. Чем же они эти хвалились в жиапостоле? Сейчас узнаем. 22 стих. Они евреи и я. Израилетяне и я. семя Авраамова и я. Толкование. Поскольку не все евреи были израильтянами, ибо и маавитяне, и аммонитяне выдавали себя за израильтян, то, очищая превосходство своего происхождения, прибавляет и следующее указывает на Исаака. 23 стих. Христовы служители в безумии говорю, «Я больше». Выскочка как бы какой, да? А тут он говорит «Безумий». «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». Толкование. Некоторые говорят, что он не должен был высказывать эти слова в виде сравнения, а должен был прямо сказать, что они не служители Христовы. Отвечаем, что он показал это одним словом, назвав их лжеапостолами. Теперь же, начав речь сравнительную, он представляет наглядное выказание на то же самое и дает понять слушателю, что он сам действительно служитель Христов, а они нет. Посему говорит, что хотя они служители Христовы, но и в этом я выше их. И опять называет свои слова неразумием по безмерному смирению, перечисляет отличительные признаки апостолов и оставив знамение, начинает с искушения. Я поднимаю, говорит он, много трудов, переходя из одного места в другое, уча день и ночь, делая при этом своими руками, и что важнее, претерпевая удары, и при том чрезмерные, и что еще выше, подвергаясь вместе с ударами заключению под стражу. Слова гораздо более стоят в сравнительной степени и выражают сравнение с лжиапостолами. Он говорит, как бы предположительно, положим, что они трудятся. Но я тружусь гораздо более. Некоторые, впрочем, утверждают, что слова эти выражают не сравнение, а означают только большее количество и высшую степень. Не только мнимо умирая, но и подвергаясь опасностям, действительно угрожавшим смертью. То есть действительно его могли убить. 24 стих От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного толкования. Почему без одного? Существовал закон, по которому получивший более сорока ударов лишался чести. Почему определено было давать сорок без одного, то есть тридцать дейт. Для того, чтобы если бьющий увлекшись дал лишний удар, все-таки дал бы не более сорока и побиваемый не лишился бы чести, так как и в этом случае он подвергался узаконенному числу ударов. Придумали, что если сорок один, то обесчестен, а если сорок ну нормально, поэтому мне 39 давали, что если фон разойдется еще один раз сверху брахнет, то он не обесчестит меня. Понятен с ним? Ну он мог конечно и я не знаю как кто так придумал что сорок один обесчестил, а сорок это нормально. Закон. 20 получишь уже кажется что тебя обесчестили, унизили и размазали по стенке и все. Задей куда? Ну сорок терпи, а вот сорок один уже можешь подать. Забыл к чести не радовать. Сейчас он на Украине тоже. Если ты идешь умирать, вот он такой у меня. Значит ты сам имеешь право убивать. А если ты готов страдать, то ты можешь мучить и других. То есть это правый сектор. Вот примерно у ювелея был так же. Если сам готов умереть, убивать других. Тебе не страшно умирать, ты готов. А ему без чести, без одного удара. Ну у них закон строгий был. Сапог выкинул на улицу, вместе с ним она пошла. Законы это простые были, но они нужные и полезные, не как сейчас. Недаром законы принимают, что запретить пытки во время допроса. Но зачем принимать этот закон, ну это не у нас, это у супостатов они принимают, в гладкой Европе, или там в кислой Америке. Вообще зачем человеком усить, какое право ты имеешь? Ну вот у них вот это было закреплено тем, что без одного удара боялись. Палач тоже боялся, что этот удар могут ему назначить самого лишнего. Верни, бери дубину и воздай ему. Все, на что? Это уж я так думаю, что он мог вернуть. Ну, я думаю, суд подаст, как так меня римского гражданина без суда известили. Да, да, вот и все. Хотя этот гражданин мог там рабов убивать десятками за день. А его не смей пальцем тронуть. Ну, римское право считается первое праведное. 25 стих. Три раза меняем. Можно я еще спрошу? Все-таки его били и наказывали, да? А другой пример мы там читаем, что он говорит, а я римский гражданин. И его сразу раз не освободили. Почему? Ну, его не освободили, требует суд гражданином. его били первый раз? Другое было отношение к римским гражданинам. Известно. Где его так наказали? Где? его в темне туда заточили. Его посадили в КПЗ. И отпустили. Нет, но били. А потом, когда выпустит тайно, говорит, как это так? Вы говорите, явно меня, римского гражданина, без суда и следствия. Ну, это уже так, ну, вот я о чем мы говорим. Это одного поля ягоды, что где-то римское право они соблюдали. Вот потому, что он римский гражданин. А там стоял легион этих, римлян, полк. Ну, вот как раз эту ситуацию, Игнает Тихонич, книги, желтый рот. Так, вы говорите, вы гоняли принародно, а теперь тайно хотите, чтобы в храм зашла, не заходи, пусть они принародно приносят извинения, и все это мы запишем на камеру, и чтобы впредь не было таких вот беззаконных. Да? Ну, тогда же они, иудеи, же были под гнетом римлян, то есть они уже как рабы были, а законы почитались только римлян. Ну, это гражданские законы, гражданские заглашения. А духовные это? Все равно еврейство было, иудейство. Ну, гражданское я имею в виду, поэтому такие были бы, что это. Они покупали вот это гражданское римское, чтобы их не и ему сорок ударов дали. Не знаю. Не сорок, тридцать девять. А ты иудеев? Где-то он получил. Здесь написано, а ты иудеев, а где? Нам, какая разница, где, в каком местности, это, что это, принципиально важно. Главное, кто? Ну, еще бы знать бы, и за что. Дальше вот он, дальше вот он дальше описывает. Двадцать пятый стих. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Толкование Лука записал нам не все, что претерпел Павел, ибо ты видишь, что многое из перечисленного здесь он опустил, потому что он трудился в написании не для прославления себя. Какое отношение к Евангелию имеет то, что ты потерпел кораблекрушение, потерпел кораблекрушение, совершая ради Евангелия длительные морские путешествия, ночью и днем плавал по глубине, некоторые впрочем говорят, что после опасности в Листре он скрылся в одном колодезе называемом Вифос и говорит здесь об этом обстоятельстве. Ну что там? Во глубине морской. Во глубине морской. В колодце просидел сутки, прятался. Может быть, может быть. То есть, камнями побивали. Где побивали камнями? За что? Ну, иудеи иудейские законы камнями побивать. И он про это и пишет. Комментарий. Если сегодня кто-то и совершал длинные путешествия ради Евангелия, то только не православные. Православные ездят на экономические встречи, конгрессы, форумы и за это получают награды. Но во всех этих действиях православных нет ни одного евангельского шага, а лишь дымное надмене мира. Но это было издано в 2002 год, а сегодня уже спустя 13 лет уже мы так не скажем. Геннадий Тихонович говорит, если сегодня кто-то и совершал длинные путешествия ради Евангелия, то только не православные. То есть это уже можно в архив в историю. Сейчас уже можно сказать, если сегодня кто-то совершал длинные путешествия ради Евангелия, то только не православные, уже так не скажут, православный проповедник Геннадий Тихонович уже совершил длинные путешествия ради Евангелия, Евангелия, благовестия в книгах. Я там был по милости Божьей. сегодня сегодня как раз собору нашего Покровского Коробейникова пешком идут люди. То есть пошли в крестных ходах. Ну а вот ездили наши эти православные вот святой Николай Японский. Он же ведь ездил с проповедью Японию, а Макарий Алтайский тоже. Разве нельзя сказать, что это они ездили ради Евангелия. Ну конечно и таких много было по миру ездили. Здесь сестра ключевое сегодня. В этом веке? В этом веке не найдется никого. Тогда было да. Ну Японский был в прошлом веке, но все равно недолго. Ну ладно, это мы не будем буквой привязывать. На совести автора. 21 веке кто кроме Игнатия Лапкина совершал длинные путешествия? В советское время конечно никто не ездил. этот без рук без ног православный тут ключевое православное пробовое. Давай дальше. А вот я просто недавно читал Крестный ход с Владивостока был и через всю Россию. то есть там по принципу кто может присоединяется сколько пройдет и так на каждом этапе подключались в итоге от Владивостока дошли и так по-моему чуть ли не до Калининграда хотя насчет Калининграда не верен до Москвы скорее всего. А проповедь это где? А проповедь это где идут к ней присоединяются это считается что проповедь то же самое потому что вот помню мы как-то были Петра и Павла на южном храме Николай Бурдин он там служил был настоятель этого храма и он говорил проповедь в то время сколько лет больше десяти назад ну не важно и вот он сказал так что вы попробуйте с крестом пройтись по улице попробуйте вот и все я сначала думал ну вроде что такого а вот ты попробуешь в поиске походить по улице хотя бы просто это элемент одежды женщины ходят и ничего а вот мужчина сразу же оклики мужчины это не вы косметичку потеряли или там губную помаду к примеру сказать понимаете почему косметичка у меня за поисок я вообще говорил что бывают такие слова и вот что ну ты как баба на ютки ходишь надела платок на работу что гляну холодно тебе шаску надела не подсказывай за кого ты делаешь вот попробуй это тоже за ютку и за платок и вообще ты где работаешь я это мало частное предприятие за авто спецкомпьютер там делают краны задвижки нефтяника вот и сперва это просто хохот такой потом начальник дверь зашел ну то есть вот есть хозяин самый вот тот кто вот здесь смотрит это муравейники он зашел говорит лен тебе не жарко не холодно шапку одела пошел прям с такой злостью потом какое-то время даже это так ну а дальше со стороны уже слышно было вот так дверь открыта что я там только не слышала я сейчас пойду из мешка сошью себе ту же шапку буду ходить ну не от большого ума да были фразы такие хи-хи ха-ха ну ничего сейчас уже да я сейчас вот уже получилось третью третью неделю я на свою да и так хожу уже сейчас сейчас все хорошо нет сейчас уже все да уже и здороваются и говорят да ну женщины конечно одеваешься когда домой идешь они вот так сразу смотрят ну ничего ничего мужчины зауважали женщины пришлось принять главное что мне слава Господу было приятно победила а самое главное я не пыталась побеждать я просто дамю Богу отдала мне дал место и семью а я сразу да и было приятно Леночка самое главное знаешь мужчины разные бывают никаких похотливых взглядов уже не будет на сто процентов вот это сразу потому что у меня были проблемы год у года и тут конечно был и мужчина в этом же зашел уже позже через три недели сказала ты понимаешь что ты живьем себя похоронила ты для нас все 56 мужчин было и все на тебя вот так все любили с тебя а теперь говорит ты просто она просто себя похоронила да я говорю а это и хотелось они видят живые мощи только ходят вот ну это была правда что-то хотели ну я хотела сказать что мы тоже когда начали носить подкидь нас никто не оскорблял и никто никогда обидных слов не говорили потому что интересно мусульмане всегда приветствовали нас салям алейкум да а сейчас много очень черных приехала ну я не знаю кто у них эфиопа или нет и православные у нас они сейчас к нам приходят но они с нами не присещаются они черрицы что ли ну они черные и вот одна у меня там в моем городе она всегда приветствует меня она расшаркивается так улыбается и всяко мне подходит она по нему с китая не говорит а говорит салям алейкум а я говорю вот так она говорит я говорю битрик Кристин ортодокс Кристин но я христианка да а почему тогда вот так я говорю так правильно ой она так обрадовалась а мне вот еще интересно было раньше же все как-то одинаково относились а здесь сразу видно либо тебя шокируется здрасте сквозь зубы и убегает либо вот так здравствуйте ну здорово ну то есть по работе у нас частично да вот люди сразу вот либо прям так разделение да их сразу вот нарут вот этот видно что либо так и бежать и ни слова то разговаривали а тут вот это вот сильно заметно было но они тоже лучше становятся вот это я думаю что что это все равно ну вот по крайней мере я по себе знаю что это все равно перестают даже там бывать материться уже или вырастут дракон ой Николай извини я вот тут я то ни при чем там вон Господь Бог есть он за каждое слово тебе то есть да вот так вот действуют на окружающих хотя бы элементарно платок это не значит что православный это лошадь да ну раньше были вот у меня кабинет он маленький и вот три женщины я и две рабочие и были такие разговоры сколько раз я говорила выйдите туда потому что ну невозможно сейчас они конечно вот вот ну и ссору этого нету а то же как начинается я говорю рабочий кабинет выйдите там в кафе люди это углубь поговорить сейчас нету сейчас не скажут меняются да это уже слава Богу а борода кое защищает? очень женские от комаров от жары хорошо а если горит я говорю борода горит снова вырастет на работе со сварщиком а вот говорите кожу опалишь кожа трудно останавливается горелые не раз борода поэтому ничего страшного защищает они просто удивляются как ты в меру упитанный в расцвете сил мужчины и себя дедом каким-то делаешь хочу быть не старым а мудрым мне тоже так сказали ты молодая девочка и так ну ничего пусть жует 26 стих много раз был в путешествиях в опасностях на реках в опасностях от разбойников в опасностях от единоплеменников в опасностях от язычников в опасностях в городе в опасностях в пустыне в опасностях на море в опасностях между лжебратьями в опасностях толкованием ибо он принужден был плавать и по рекам всюду дьявол воздвигал брани и всюду бог предлагал награды за подвиги ибо от язычников и от единоплеменников иудеев которые ожесточены были против него из зависти были подстрекаемы разбойники был ли он безопасен по крайней мере в городе нисколько наконец в пустыне и в ней нет и когда он избегал опасностей на суше они встречали его на море подвергаться ковам ложных и притворных братьев это другой и самый трудный род искушения на которые жаловался и Давид ненавистник мой величается надо мною от него я укрылся бы но ты который был для меня тоже что я друг мой близкий мой и в другом месте человек мирный со мною псалом 40 10 уста их мягче масло а в сердце их вражда вот что самое сложное которые от них я укрылся бы если бы вот еще мне нравится кто опаснее лжец или вор казалось бы вор да лжец лжец вора ты знаешь у него наклонки ты знаешь что он вор ты на замок на клюшку все сигнализацию поставил а лжец ты не знаешь когда он тебя обманет вот не знаешь стелец стелец потом бас поддых все и обманул тебя предал и там я не знаю вот и еще вот можно да можно написано написано к нему Соломона написано соблюдение правды и правосудия более угодно Господу нежели жертва то есть что такое жертва если раньше в этом Ветхом Завете это было жертвенные животные да то сейчас достаточно не лгать это уже будет жертва Богу гораздо более чем потому что Бог правда потому что Бог истина да конечно зачем вы грешите и приносите мне жертвы вы лучше не грешите но это и логичнее понятно чем мне ваши эти бараны чем мне бараны жертва вечерняя то есть молитва тоже это жертва тоже жертва время личное но если на сегодняшний день тех баранов перенести то сегодня это пожертвование свечки в храм грехами народа питаются священники это было и есть и будет этот грех то есть народ находится в неведе чем больше народ грешит тем больше он приносит денег окупается от Бога наверное поэтому зачем ему этот народ светом Евангелия просвещать тогда денег не будет посвятаться и не просить уже это подсознательно это она чувствует внутренним своим жиром подкормом а десятину да никогда ему эту десятину не ввести кто ей будет платить только скажи о десятине они все разбегутся потому что не готовы чтобы требовать десятину должен годы положить на то чтобы учить народ а вон сколько 50 лет да десятину нужно приносить туда где ты питаешься духовно да если вы посеяли нас духовно велико ли то что пожнете от нас телесно велико ли то что я вам принес катушки или что я здесь душа моя питается священники они даже не хотят потому что это большая ответственность перед людьми они боятся даже я пидошу дать дайте мне пожалуйста листочек и надо написать о чем остановились напишите второе пасание коринфянам 1127 они же у вас веруются второе коринфянам 1127 что бы в следующий раз я написала тебе сказать ну и вот некоторым я людям объяснила они тоже платят мы же ее и депутат вас не только ящик дам главный блажен 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 Песня блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сомнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя вечает. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Дай нам, Господи, вместить эти слова в себя, не отступать от истины и прожить эти дни и оставшиеся дни нашей жизни по заповедям Твоим. Не отступай ни от закона, ни от канонов церковных, Господи, ни от слова Твоего. Прибудь с нами, научи нас молиться, возносить Тебе хвалы, и сам Духом Твоим святым молись в наших сердцах, Господи. Тебе слава подобает Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спаси Христос Поворачьи. Спасибо. 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 Кто желает благовестия, милосердие. Спасибо. 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 Слушайте, вот эти вот это самое... Вот это следствие, это самое... Да, да, да. Простите. Потом вот... Потом, Раиса Николаевна, поедем. Спасибо. 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 Продолжение следует...